Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok Это время, чтобы никто не сдавался и шел вперед к своей цели. Очень важно заниматься любимым делом, потому что если ты не любишь то, чем ты занимаешься, если это просто способ зарабатывания денег, это не приносит удовольствия. Деньги получаются легко и хорошо, когда ты любишь то, что ты делаешь, когда ты понимаешь, что ты делаешь и когда ты радуешь людей. Бизнес Фатимы Ибзеевой процветает. Она успешно развивает свое дело в сфере легкой промышленности. Данный сектор экономики России стал особенно актуальным в прошлом году после ухода зарубежных брендов с российского рынка. Переду отраслью крайне остро встал вопрос о важности развития собственного производства и преодоления проблем в ближайшей перспективе. Легкая промышленность в нашей республике занимает ведущее место. Огромен потенциал региона и в сфере туризма. Ежегодно растет поток туристов в республику. Наши курорты стабильно входят в топовые направления для путешествий. Республика богата природно-ресурсным потенциалом. Гости, приезжая из далеких стран, отмечают, что для них вообще понятие рая, вот если мы будем брать конкретно Арабские Эмираты, у них представление о рай – это и есть Карачаево-Черкесия. Они очень часто спрашивают, что для нас рай, если мы уже живем в раю. Поэтому нам бы очень правильно, очень вкусно, так бы крамотно преподнести бы все наши прелести. И гости будут возвращаться всегда. Власти региона активно развивают ту сферу сельского хозяйства, поддерживая звание Аграрной Республики. Но все же есть над чем работать, говорит руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий. У нас сельхозтоваропроизводители. Это в первую очередь диспоритет цен, который очень и очень тормозит нашу работу, скажем так. Так приходится, конечно, изощряться, постоянно изыскивать какие-то способы, чтобы справиться со сложившейся ситуацией. Надеемся на лучшее, надеемся, что все-таки к нам повернутся лицом не только крупным, мега, скажем так, корпорациям, а именно тем, которые функционируют на территории сельских поселений. Мы не такое крупное сельхозпредприятие, поэтому на нас не так особо обращают внимание в этом плане. Отдельное внимание в этот день получили предприятия и предприниматели, которые принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛДНР и новых территорий, а также грузов, поддержки для наших земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Я хотел бы сказать, что та социальная ответственность, которую сегодня несет наш бизнес, именно бизнес из Карачао-Черпецкой Республики, он показывает пример не только здесь, в нашей Республике, но и мы в России очень хорошими темпами можем заявить о тех результатах, которые мы сегодня о том вкладываем, о том победу, которую мы все так ждем. Предприниматели любой отрасли играют ключевую роль в развитии республики. Благодаря своим необычным идеям, нестандартному подходу к решениям задачи и смелости. Они создают рабочие места и повышают уровень экономики региона. Ключевую роль играет сфера малого и среднего предпринимательства. Центр «Мой бизнес» Карачаева-Черкесия активно поддерживает и помогает бизнесменам во всех начинаниях. Думаем, что совместно с такими инфраструктурами, как Центр «Мой бизнес», а также при поддержке Министерства экономического развития, у наших предпринимателей есть еще больше возможностей развивать, сохранять и приумножать свой бизнес. Помимо финансовых мер поддержек, с прошлого года для молодых предпринимателей действуют финансовые мер поддержки. Это гранты на развитие бизнеса, которые уже пользуются очень большим спросом. Также мы помогаем социальному предпринимательству, который тоже очень активно развивается в нашем регионе. Также предприниматели активно посещают выставки и бизнес-миссии от Центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии. В результате подписан ряд контрактов как с зарубежными, так и с российскими бизнесменами, отметила Диана Хубиева. От имени депутатского корпуса участников мероприятия поздравила депутат парламента Карачаева-Черкесии Фатима Карданова. Она вручила представителям бизнеса грамоты Президиума Народного Собрания Республики. Ведомственными грамотами и благодарностями наградили предприниматели и представители Министерства экономического развития. В выступлении было отмечено, что предприниматели – это самые энергичные, инициативные люди, умеющие организовывать и успешно развивать свое дело. Друзья, ну, вы для нас очень дороги, и мы очень надеемся, что все ваши идеи будут иметь успех. Спасибо большое. На церемонии заслуженные награды получили 50 представителей делового сообщества. Бизнесменам вручили благодарственные письма и почетные грамоты от Министерства промышленности, энергетики и транспорта, Центра мой бизнес и Торгово-промышленной палаты. Праздничное настроение участникам торжества создавали артисты Государственной филармонии Республики. Редкие монеты и банкноты из фондов Музея Банка России. В картиной галереи состоялась фотовыставка «Время и деньги». Посетители нашли ответы на множество вопросов об эволюции денег. Перенеслась вместе в прошлое с гостями и я. Мы открываем выставку «Время и деньги». События «Люди и нравы разных эпох» неизменно оставляли свой отпечаток на денежном обращении. К примеру, Россия была первой и единственной державой, которая начеканила платиновые деньги. Произошло это во время правления Николая I. Изготовил их предприимчивый купец Демидов. Эволюция денег, начиная со времен правления Ивана Грозного, до наших дней богатая. Посетители ознакомились с банковским оборудованием, которое используется для обработки и хранения наличных денег. Узнали, как раньше пересчитывали крупные суммы наличности и как это происходит сейчас. Вся история представлена на стендах. Экспонаты необычные, собранные силами сотрудников отделения Банка России по Корчаево-Черкесии. А вот здесь представлен стенд пятитысячных купюр. Пять миллионов легко можно удержать в одной руке. Пятьдесят миллионов уже понадобятся две. А чтобы унести один миллиард, нужна будет помощь. Выставка проходит в нашей республике впервые. Пришли увидеть уникальные экспонаты не только взрослые. Особенности денежного обращения в разные исторические эпохи, процесс изготовления монет, пересчет и защита денежных знаков вызвала интересы и у детей. Как тебя зовут? Рауль. Рауль. Скажи, тебе интересная история денег? Да. Что ты сегодня узнал? О деньгах. При непосредственном участии отделения Банка России выпущено в обращении три памятные монеты. Они тоже были представлены на выставке. Особое место в экспозиции занимают монеты, посвященные Корчаево-Черкесии. Также мы представляем несколько интересных экспонатов, которые собрали сотрудники нашего отделения. В целом, организация такого достаточно крупного мероприятия – это часть масштабной работы, которую проводит Банк России в рамках историко-культурного просвещения. Гости выставки увидели фотографии необычных предметов хранения и транспорта для перевозки ценностей, древней и редкие деньги. Смогли проследить становление счетной техники от простейших устройств до современных комплексов. Надо сказать, что и сейчас процесс усовершенствования состава денежной бумаги не остановлен. Для производства, выпуска и хранения денег используют высокие технологии. Было отмечено на открытии выставки. На сегодняшней выставке представлены действительно ценные, уникальные экспонаты. Это монеты, выпущенные монетным двором Центрального банка России. Кроме монет, банкноты вызывают чувство такого, знаете, оживления, потому что они несут намного больше информации. Это представители яркого такого примера мастерства отечественной полиграфии. В оформлении банкнот сочетают красоту и практичность. К выбору формы и размера монеты и купюр относятся скурпулезно. Все сомнительные денежные знаки, которые в кредитные организации поступают от населения, все, что порванное, обожженное, сомнения в подлинности, все приходят ко мне, и я даю заключение. В день открытия выставки предусмотрели мастер-классы. Эксперты отделения рассказали и о том, как защищают деньги от подделок. Объяснили, как в наши дни можно самостоятельно проверить банкноту на подлинность. Для сельхозпроизводителей увеличили лимиты субсидий на льготное кредитование. Размер краткосрочного кредитования составил чуть больше 2 млрд рублей. На инвестиционное кредитование для заемщиков, относящимся к малым формам хозяйствования, в том числе с целью их обеспечения необходимой техникой и оборудованием, лимит тоже вырос. Такие объемы субсидий позволят осуществить спрос сельхозтоваропроизводителей в доступных оборотных средствах, а также обеспечить успешное проведение сезонных полевых работ, уверяют специалисты. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч!